Именно за этими ребятами, куда они пойдут, что будут делать с этим богатством. Моди у нас на длине, чекает, и сейчас будет чекать у нас вообще всю дейл, и довольно агрессивно проходит. Тем временем остальные его тиммейты пока продвигаются на ноль, и Моди понимает, что контрю, крепление, зигзаг, здесь никого нет, зеус-планта никто не держит, и это очень печально, потому что Моди пропускают спину. Как так, ребята? Как-то странно сейчас с нами так сделали. Центр никто не... Ну, в смысле, с центра дейл никто не смотрит. А дейл никто не смотрит. И Моди сейчас мог бы спокойно, в принципе, пройти, вот медленно так, медленно пройти, 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 пройти. И просто зеус спину вот так вот взять и убить бы. Нет, зеус вовремя оборачивается назад, теперь он... Уже свою позицию не отдаст, ну и что же будет делать в Натике? В Натике будут делать атаку на зигзаг. Карен, если у нее есть флешка, будет давать ее на зигзаг. Нет, флешки нету, просто заход на зигзаг. Карен чекает посадочку, и великолепный минус от Натик. Да, на ее в этом раунде створили немножко что-то странное. И... В итоге... За это и поплатились, поплатились. Эдвард у нас на б-планте, сэвид свой драгоценный USP, и первый раунд у нас в любом случае за команды из Швеции, счет 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, не хочет у меня обираться в курсор, поэтому мне придется перезайти в КС. А, нет, все, все отлично. Все, починилось, и мы продолжаем смотреть игру. Отдача. Отдача у Na'Vi, естественно, после первого прагинга раунда. Они укрепляют Дейл, будут откидывать туда ХЕшки, если у них есть, ХЕшек нету, они просто в упор. Занимают Дейл, возможно, пойдут в аркаду. ХЕшки прилетают уже именно им. И, конечно, этот раунд тоже станет, скорее всего, за командой Fnatic. Без особых проблем расправляются террористы. С аркадой, с отдачей, и счетом останется 2-0. Естественно, в пользу шведов. Очередная отдача у Na'Vi, и очередной взятый раунд. Команды Fnatic, скорее всего. Видимо, что Na'Vi пошли в АСБ, пошли в аркаду. Гукс сейчас должен убивать Эдварда. Да, спокойно он с ним расплавляется. Старик сейчас будет попытаться убивать Гукса, но вдруг, получается, ХЕшка. И без проблем Fnatic, как я уже сказал, забирает себе третий раунд. 3-0 в пользу Fnatic. Наконец-то закупочка у украинцев. И первый шанс для них что-то сделать. Фрикс с ВП. Давайте посмотрим за этим великолепным датским снайпером. Будет он чекать центр. Никого он там не видит, потому что никого там и нету. У Контроф, конечно, есть 2 ВП, но одно ВП у Старикса, а другое у Маркелова. Маркелова с вами ВП идет в аркаду, в ПДЛ. Довольно неожиданное действие. Видим мы, что продагала ХЛТВ. И видим минус 3 от Нави, причем 1 минус от Маркелова. Неплохая аркада. Дио сделает минус на Зигзаге. И Карн остается 1 в 4 в итоге. Карн у нас в нижней темке. И 3-1. Первый ганну раунд для Нави. И первый же взятый раунд сразу же. После закупочки. Молодцы. Посмотрим, что будет дальше. Эдвард, аркада по центру. Его за это наказывают. Наказывают в голову. Хедшотом, я имею ввиду. И видим мы, что Нави от Аркады-то не останавливает. Сделалось в Аркаде. Чекает он нижний темку. Рядом с ним кто-то чекает Зигзаг. Сеня близко держит Дэл. И Старик от дырки держит у нас Б-Плант. Знаете, пока холдят. Не собираются никуда идти. У них есть целая минута, чтобы подумать. Выискивать врагов. А вот Нави и сами выйдут в Аркаду. Убили Синий на Дэл. И основная масса террористов направляются по Зигзагу. А Плант у нас держит Зеус. Тут же должен быть Маркела где-то близко. Да, вот Маркела. Смотрит он Зигу. Ну и все наше внимание приковано к Егору. Отличная голова от Маркела. До этого был, конечно, не очень удачный прыжок. Фриз снимает Марика. Ситуация 2 в 2. Зеус рекламы. Старикс идет на холпе. Причем очень далеко. И Фриз смотрим за Майклом. Ну, Вильхайб на АВП. Я не перестаю об этом повторять. И в итоге Старикс 1 в 2. Убивает он Карна. Ну и теперь Фриз с своим АВП против Старикса. Посмотрим, что будет. Промахивается Фриз. Старикс его немножко покоцал. Но все равно. Все равно как-то мне не верится. Не верится мне в уникального снайпера. Но нет. Зря я не верил в Старикса. Старикс обманывает. Обманывает он Фриса. И берет второй раунд для своей команды. Фриз. Аркад от Марика по центру с АВП. Мы от него это уже не раз видели. И если в одном из предыдущих раундов Аркада по центру от Эдварда не обвенчалась успехом, то в этом раунде Эдвард... Ой, не Эдвард, а Маркелов. Он смог исполнить эту задумку. Причем тут был рядом Фриз с АВП, но как-то не проконтролил Егора. И в итоге благодаря этому Маркелов смог сделать свой минус. И спокойно уйти на более пассивную позицию. В итоге что у нас творится? Эдвард со Старикс держит Б. Сеня держит зигзаг. Зеус вместе с ним. И Маркелов у нас оттянулся на длину. Фнафтик собирается пойти именно на зигзаг. Фриз будет давать флешку, если есть. И остальные будут заходить. Смотрим за контрами на зигзаге. Зеус разменивает своего напарника. Ситуация 4 в 3. Еще один минус от Зеуса. И Фриз 1 в 4. Похоже, что на Ви решили сравнять счет полностью. Чтобы он смотрелся более красиво. 3-3. Засавленная бомба. Ну и... Я думаю, нас ждет еще долгая-долгая-долгая игра. А тем временем, я так понимаю, уже началась игра СК-гейминг против Кешнет. Те, кто ее смотрит, вы можете... А нет, чатик наш не работает, поэтому... Писать чатик счет вы не сможете. Но ладно. Буду я просто чекать, что творится в этой игре. Надеюсь, что такая возможность у меня будет. Видимо, засаду на Апланте. Причем, у ребят из Нави это не отдача. Видимо, у них отличное оружие. Подсадочка на зигзаг. И... Эдвард перетягивается на центр. Карл у нас есть также около центра. Он сейчас может... Ох, Эдвард получает прямо по таймингу флешку в лицо. Не повезло. И собирается у нас выходить на зигзаг. Сделал дым. Будет давать флеш. И что у нас тут? Кто у нас тут на зигзаге? На зигзаге у нас сеня. Ничего не видно в этом дыму. Совершенно слишком задымлено. И посадочка на зигзаге. Далее. Далее посадиться. И сеня сейчас можно сделать. Минус два. Отличный. Минус два от сеня. Дал он в голову. Минус три от сеня. Великолепная голова. Берет он калаш. Ну и ласта, ластер. И остался у нас на длине. Это фриз с АВП. И муарик. Великолепный хэдшот. Счет 4-3. Нави вырвались вперед. Счет 5-3. Пальше. 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 Быстрая отдача от Фнатика И счет становится 5-3 Натус Винцери радует своих болельщиков Тем, что хотя бы два раунда В запасе у них есть Хотя на Дтрене тоже были два раунда в запасе Однако это не помешало Ребята, мы знали их проиграть А потом отдать еще два Благодаря чему счет стал 16-14 в пользу Фнатик Так что ладно, смотрим что будет дальше Видим мы двое на Б с бомбой И трое средства у нас около А Плюс дикий холд Фриз аж холдит на Респе Он смотрит СВП Смотрел СВП от центра Там никого он не дождался И пока он там холдил Уже его двух тиммейтов убили Бомба выбита в нижней темке Террористам нужно ее в любом случае забирать И контры Контры у нас Все вроде как контролят Зиос простреливает в темке одного из террористов Неплохо очень покосал По-моему это был Гзист Это был Фриз При этом Фриз у нас неплохо подает СВП Очень медленно развивается ситуация Однако времени еще в раунде много Минус от Старикса И Фриз 1 в 3 Его тут смотрят без шансов Да, Маркелов просто как появился только Один пиксель модельки Не знаю, три пикселя модельки Тут же выстрел от Марика И еще тут у нас 6-3 Карен в темке Причем там Аркад от Контров Могут сейчас Карен убивать Могли убивать его Но Карен слишком быстро Упрыгивал в нижнюю темку Его там не прочехали И вот Эдвард Эдвард не боится идти в Аркаду Ну же, не успели мы переключиться на Эдварда Эдвард Все-таки я думаю заметил Карна Упрыгивающего в нижнюю темку За Аркадил И эта Аркада принесла свои плоды Сделал он минус важный Тут жесткие размены на Апланте 3 в 2 ситуации Моди на зигзаге Фриз на ДЛ И Маркелов зажат с двух сторон Зажимает его Фриз ДЛ И Старикс Старикс также с двух Ну как же так? Ну плохо-плохо с инфой Видимо у Старикса Потому что должен был Майк сказать Что на ДЛ есть чувак А Старикс идет к нему спиной Прямо-таки Ну и смотрим за Эдвардом Эдвард у нас будет тащить этот раунд По крайней мере постарается Ему это будет не слишком просто Все-таки и Моди контролит ДЛ Видимо крест-накрест держат игроки Свои точки Причем Моди держит с планта А Фриз держит как раз-таки Из-под рекламы И вот Эдвард потихонечку заходит Тут уже сейчас вдвоем Просто зажмут в два дула Зажмут Эдварда И К сожалению раунд останется За командой в нацист 6-4 Пролагал Эхал ТВ Моди вышел на длину Судя по всему убил там Одного из контров Да очень жестко Пролагал Эхал ТВ Уже фнастик успели перетянуться на Б-плант И Видимо что и Нави Также потихонечку перетягивается под Б Старикс и Маркелов Похоже будет очень мощный заруба Давайте-ка посмотрим за Стариксом Он в очень Агрессивной позиции Причем очень опасный для себя Вот теперь он перемещается у нас на Дэнс И здесь конечно он будет полегче играть Сейчас у него будет встреча с Фрисом Я так думаю Да-да-да Именно Первый выпрыгивает Старикс промахивается И За ним выходит Фрис И должен был делать минус Но Фрис тоже Не попал никуда И в итоге Старикс попадает Ох Эдвард помогает Помогает очень хорошо Стариксу Минус от Деуса И в итоге Очень хорошо Очень хорошо получился раунд У Нави Не без везения Но тем не менее 7-4 Старикс очень помог Какой бы тиммейт который убил прямо террориста Который был за ящиком Спас его от неминуемой смерти Дальше могло бы все развиваться По очень плохому сценарию Но вот эти минуса Взаимопомощь Она была как нельзя кстати В итоге У Фнатик отдача Глоки И восьмой раунд Будет копилочки украинцев Снова аркада от Марика И снова Она очень успешна Причем видим мы Отличные два места от Марика Видели мы это уже В одном хайлайте Точно такой же выход Точно так же он убил Человека на респе Потом вышел еще дальше С центра убил человека Который шел на ДЛ Ох Попадает еще по моде Ну и просто великолепный Образцовый раунд От Натус Винцери 9-4 И конечно же Образцовая игра от Марика Великолепная реакция Великолепные минуса Которые дали сделать Счет именно таким Каким он сейчас есть Счет, кстати, в любом случае Уже позитивный для Нави Обычно Тестер она берет больше раундов Чем КТ А вот сейчас у нас уже Нави взяли 9 раундов И Казалось бы Должны они Себя очень хорошо чувствовать За террористов Однако То же самое я говорил про Трейн Так что Не будем пока забегать вперед 10-4 И ласт раунд Смотрим На наших экранах Видимый поджим С Дэл от Нави Зевас, Маркелов А при этом Фнатик у нас Быстренько проходит По зигзагу Синяя оттягивается Сейчас будет давать инфу Что это масс зигзаг И Марик, по крайней мере С ВП Будет Очень хорошо принимать С Дэл Давайте посмотрим за Мариком Или где у нас Марик уже обошел С нуля Марик видимо снова Где-то в аркаде бегает И в итоге жесткие Жесткие минуса От Фнатик К сожалению Марик в итоге у нас Один Один против всех И тут его конечно Сейчас просто минуснуть Зигзага Должны были минуснуть Зигзага И Что же делать Егору Снять оружие он не может Это последний раунд Смысла нету И все что можно делать Это просто сражаться Сражаться из этих сил И Счет 10-5 Отключенный счет для в первой стороне Для первой стороны Для Т-стороны И смена сторон Первый раунд Смотрим за Нави Все-таки Будет совсем Кстати взять Первый раунд Если они возьмут его То У них все будет Очень и очень хорошо Видимо что Ребята еще не готовы начать Видимо мы Тимкилы Так что Это еще не игра Можно продолжать Еще Немножко Пусть Вот теперь точно стартует игра И мы по прежнему Смотрим за первым раундом Аркада откарна по центру Моди Гукс укрепляет дигзаг подсадочкой И на Ви нас идет масса длина Длину у нас контролит фриз Человек это достаточно опасно Для себя, но он в любом случае успеет отойти Я думаю И они диффузили на всю команду у Карна Которая у нас на центре Да, дает фриз инфу Что Есть много людей на АДЛ с бомбой Пролагала ХЛТВ немножко Видимо что Нави все еще на АДЛ Фриз с ними все еще стреляется Пока ничего нового не произошло Фриз тут дает голову Минусует фриза Не смог фриз сделать этого минуса И естественно быстрая перетяжка Эдварды сделаются куда-то под Б Либо под зигзаг И Марик с Сеней остаются по длиной Чтобы контроли не поняли Что есть перетяжка Дается дым Даются флешки Перетяжка мы видим на зигзаг Старик сделает минус Маркел делает минус Моди минус 2 на зигзаге Почти успели его зарезать И в итоге 2 в 2 ситуация Бомба выбьет и на зиге Сеня уже совсем рядом Минусует Моди и Сеня Минус 3 уже И в итоге Марик В неприятной ситуации Раунд за Фнатик 6-10 Первый раунд К сожалению Нави взять не смогли Диглбай от Нави Хотят они взять отдачу Такой волевой даже Диглбай я сказал бы И посмотрим что из этого получится Старик с под Б Сеня с бомбой Перетягивается под А Ну и ребята видимо Будут идти на зигзаг Возможно будет перетяжка В самый последний момент Смотрим Есть флешку Сеня Дает он ее на центр Фриз получает ее прямо в лицо И к сожалению Быстрый выход на центр Мы не получили А жаль Мог бы кто-нибудь ворваться Под флешку Дать фризу в голову Но нет Дубль 2 Флешка Прочекали ребята обстановку И масс Масс зигзаг Плюс Эдвард будет еще Накалять Модис длины Неплохой вариант Давайте посмотрим Как все получится Модис бывает Эдварда на длине Плюс уже Идет оттяжка на апе Фриз хорошо минусует Минус от Гукса Ну нет Этот раунд похоже Ничем хорошим Для Нави Не закончится И уже не закончился 7-10 Фнатик потихоньку догоняет И пора бы уже Украинцам Начать набирать раунды Несмотря на то Что они играют за террористов Что-то у них Как раз таки Вот с атакующей стороной Ну вернее С сильной стороной Как-то у них Дела обстоят Не самым лучшим образом Почему-то Очередная дача От Нави Хотят они Нормально Закупиться в следующем раунде Плюс они в Балде Голубая Денег совсем нет Ну и выход по центру Тут их тоже Должны хорошенько принять С темноты С Катериспа С Б-планты И да Без шансов Без шансов Восьмой раунд За командой Фнатик Сегодня под БМ Зеус Эдвард Под Аплантом И Старикс Маркеловым Пока еще не решили Куда им пойти Маркелова Чекает центр И Старикс Перетягивается К своим тиммейтам На длину Фриз Не с ВП Как ни странно Держит нас в длину Стреляется там С террористами Причем дает Неплохо Очень Зеусу Стариксу А у самого 100 хп Видим мы Что террористы Со своей стрельбой Не справляются Моди готов За аркадить центр Давайте посмотрим За Моди Будет он это делать Или нет Я забежал На аркаду Моди там неплохо Понадавали по щам Ох Старикс попадает Своему в голову И атака По длине От НАТО Свинцери Фриз Разменивает Эпот Разменивает Старикс Делает размены Также И ситуация 3 в 3 Карна Моди И Гукс Против Зеуса Сеня И Старикса Зеус На зигзаге Старикс Идет Тоже на зигзаг И Сеня Туда же Зеус Сделают минус На Ампланте 2 в 3 Убивают К сожалению Зеуса 2 в 2 Ох Хороший прострел Хороший прострел От Карна И 1 в 1 Очень опытный Патрик Саттерман Капитан команды Фнатик Против Сени Не менее опытного Но к сожалению Время закончилось Счет 9-10 Раунд За командой Фнатик Закупка Контре Укрепляют Зигзаг Посадочка Моди на ящик Гукс рядом с ним И Фриз Где наш Фриз Фриз у нас ушел на центр Длину у нас никто не смотрит Таким образом у нас получается укрепление Б-планта Возможно даже это к лучшему Для Нави Видим мы что Нави пока на Б-плант Не собираются Но в общем-то Им в любом случае Будет тяжеловато Минусы на центре Размены от обеих команд И Должен с выходом на зигзаг Маркелов Делает минус на зигзаге Берет М Дается сразу же флешка И Думаю Ох Отличный минус 2 Старик Собрывается он Флешка Судя по всему Упала ему за спину Так быстро он вышел В итоге Минус от Девус На центре Убивает он Фриса И 1 в 4 Наконец-то у Нави Получилась атака нормальная Наконец-то получилось Получилось сделать Открывающие минуса И это очень приятно Здесь у нас на катериспе В темноте сидит Ныкается Но я думаю Скоро за ним придут 11 в 9 Наконец-то Раунд за Нави Первый раунд Во второй половине АВП у Маркелова Давайте посмотрим за Мариком Сможет ли он Кого-нибудь покосать Кого-нибудь убить На центре Пока что нет Трое на ДЛ У контров Не ХЕшки Но просто укрепления Держит они с упора Будут подсаживаться на ящик Даже судя по всему Ну а Нави у нас Халдят И перетяжка Через респ на Б Плант С бомбой Неужели мы увидим Выход на Б По-моему в этой игре Нави еще Б Плант не заходили Да Постоянно были только атаки Через Зигзаг Через ДЛ Халды И вот теперь мы увидим Атаку на Б Там у нас Карн Который у нас Идет 2 на 2 Уже заждался То есть Не дают ему просто фрагов сделать Потому что никто к нему не ходит Давайте посмотрим за Карном За Патриком Вот наш Карн Дается ему флешка И зажим от Карна Не особо удачный Но тут Гзист просто Выравнивает ситуацию Делает минус за Карн Делает минус за себя Гзиста тут же Срывает И ситуация 3 в 3 Здесь остается в верхней темке Эдвард ставит бомбу В углу И маркилок у нас на Дэнсе Гукс с респа Моди фриз С КТ респа Прострелили с Деусом Есть теперь у Гукс инфа Что в нижней темке кто-то есть Деус скорее всего убьют Или да Убивают Деус Скажите Дает она инфу что Идет атака с темки И с Ох Эдвард Этот отлично проходит В дырочку Пропрыгивает И в итоге ситуация В любом случае Останется В пользу Над Свинцами 12-9 Даже если бы этих минусов Нави не сделали Бомба все равно взорвалась бы Тем более что она взрывается И Нави Снова Снова как и на Д-трейне Близких побед Главное чтобы они Это преимущество не отпустили И Не знаю Не растеряли всего этого С его запала Отдача у Фнатик 13 раунд Скорее всего останется За Нато Свинцери И мы видим Что на Фнатик У нас решили Замутить Супер засаду На зигзаге Вернее даже Супер аркаду На зигзаге Я бы так сказал Видимо что они Прямо друг за другом Гуськом Таким идут Выводком Гусят По зигзагу Но здесь никого нету Никого им здесь не найти И Пора бы им уже Побежать куда нибудь Да Понимают они что Это Б-плант Там их будет Встречать с верхней темки Эдвард Нет даже Маркелов Маркелов тут делает минуса Он у нас остался на Титанике Минус 3 от Марика И Ай-яй-яй Жаль на холлайт Марик не настрелял В любом случае Раунд за нато с Винцери 13-9 И Как я уже говорил Всего 3 раунда Нужно Украинцам Для победы на этой карте И для того чтобы пройти Финал Чемпионата Техлапс Капа 2012 Напоминаем что Финал проходит На лане Весь турнир В онлайне А вот финал Пойдет на лане В Москве В торговом центре Мега Что в Химках Вот так что Если вы живете в Москве Приезжайте В нужное время Когда будет проходить финал Я думаю найти информацию Вы можете на сайте Virtuspro.org В пресс релизе В пресс релизе Этого турнира В репортаже Там все это написано И Приезжайте Посмотрите В любом случае Нас ждет либо Финал шведский Либо финал украинский Либо соответственно Украина против Швеции Самое интересное Пожалуй Это Украина Против Швеции Все таки Будет За кого Поболеть И Основная масса Будет болеть За своих То есть За украинцев Если финал Будет шведским Я думаю Будет Не так много Народу И Интереса Будет Не так много Ну как бы Швеция Против Швеции Подумаешь А вот Украина Против Швеции Это максимально интересный вариант На втором варианте, естественно, Украина против Украины Ну и потом у Швеции Врыв на Аплант Отличные размены Гзист, Карн и Фриз У нас остаются в живых Минусует Гзиста, Фриз на фигзаге Только он может сейчас изменить что-то в этом раунде Если сделать какие-нибудь невероятные минуса Делать на один минус Получает флеш И спешно, спешно ретируется Нет, даже зря он не ретировался Решил убить Старикса У него это не получилось И 14 раунд за украинцами из НАТО Свинцери Счет 14-9 Очень хорошо, что убили Карна На последних секундах Ослабили экономику Контров еще На энное количество денег И в итоге Фнатик делает закупку фамасов 5 фамасов Ни одного дифуза И... То есть такой максимальный риск Трое у Нави под Б-плантом Зеус на нуле Маркелов контролит СОП-центр Поджим от Фнатика по ДЛ Модис с Гуксом Фриз стал сконтролить зигзаг В общем, все играется как всегда Но возможно, что вот Аркада будет Под Б-плантом Но я бы Фнатикому это не советовал Потому что видим мы, что Нави Очень жестко холдят И... Пока сами идти никуда не собираются Да, дождается Эдвард Аркады Есть инфа по... Гзисту на Б-планте А, нет, убили Сеня убил Карна Б-плант пустой Нави этим пользуется Заходит спокойно Сейчас будет ставиться бомба И в итоге Фриз далеко Гукс близко С дерева И Модис сзади В спину заходит Стемки Там, конечно, мы должны проконтролить Я думаю Смотрим за сенью Он контролит нас дерево У него там будет работенка Должен убивать двух контров Минус Стемка И теперь 3 в 2 ситуация Очень хорошая для Нави 15 раунд Должен оставаться за ними Если не будет никаких ошибок А их быть не должно Минус от тени Да, и один фриз Против троих Уходит на сейф Похоже, что 15 раунд Нави берут И С этим их можно только поздравить Минус от Марика на центре Снова очень плохой бай У контров Снова фамасы Снова без этих фузов Судя по всему Даже без за скидочки Гранат И в итоге Вряд ли Вряд ли Эту игру в Кнатику Уже смогут вытащить По крайней мое личное мнение 3 в 4 ситуация 2 в 4 Ну и Нави с Винсер Идет к успеху Гукс на КТР спе Моди вместе с ним Ну и это последний шанс Для Ох, минус от Марика Отличный И Моди 1 в 4 Похоже, это ГГ И Нави Да! Нави проходит финал Турнира Техлабска В 2012-16-9 Счет по картам 2-1 С чем мы их и поздравляем В Кнатике, к сожалению Не смогли пробиться В топ-2 И будут играть За третье место Либо с СК Либо с Кершнет В зависимости от того Кто эту игру проиграет Но у нас на сегодня Еще не все Как ни странно Сегодня у нас еще матч СК Кершнет Причем этот матч уже идет Так что сейчас Мы просто будем вырываться На сервак И смотреть Что же там происходит Поэтому далеко Не уходите Не переключайтесь